Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС. В студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Сегодня Смоленская атомная станция является лучшей атомной станцией России. Визит генерального директора концерна «Росэнергоатом». Добровольные пожарные дружины Смоленской АЭС показали свою полную боевую готовность. «Росатом» привез на Смоленщину примерный спектакль Московского театра. На Смоленской АЭС в работе первой и второй энергоблоки. Общая мощность составляет 1995 мегаватт. Замечаний к работе оборудования нет. Энергоблок номер 3 с 5 июля находится в плановом капитальном ремонте. Выработка электроэнергии за 8 дней августа составила 334 миллиона киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 11 миллионов киловатт-часов. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 12,6 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 8 августа с рабочим визитом Смоленскую АЭС посетил генеральный директор концерна «Росэнергоатом» Андрей Петров. Он оценил опыт, который накоплен на предприятии в области системных улучшений по всем направлениям деятельности, заслушав руководителей и специалистов Смоленской АЭС в инфоцентре директора и посетив действующие энергоблоки. В зону внимания генерального директора попали ПСР-проекты, которые направлены на достижение стратегических целей – выработку планового объема электроэнергии, повышение производительности труда, снижение себестоимости электроэнергии. Сегодня Смоленская АЭС является уже лидером ПСР-предприятия, но тем не менее задача стоит подтвердить свой статус. Сегодня Смоленская АЭС является лучшей атомной станцией России и понятно, что коллективу Смоленской АЭС особое требование, особый спрос для того, чтобы тот уровень, который был достигнут в предыдущие годы, он был поддержан. Юбилейные 35-е по счету соревнования добровольных пожарных дружин прошли на Смоленской АЭС. Ежегодные соревнования, которые в этом году проводились в 35-й раз, являются одним из важных элементов противопожарной тренировки персонала Смоленской АЭС. Они проходят для повышения уровня добровольных пожарных, чтобы они умели работать с пожарно-техническим вооружением, имели первые навыки, как тушить пожар. В готовности противостоять огненной стихии и в умении работать с пожарно-техническим оборудованием соревновались 9 женских и 20 мужских команд. Соревнования включали 5 этапов. Преодоление двухметрового забора, переодевание в спецодежду, тушение огня на противне, бег по бонусу со скатанным пожарным рукавом, присоединение ствола и поражение очага возгорания струей воды. Правильность прохождения каждого этапа судили специалисты пожарной части, причем за допущенные нарушения добавлялись штрафные секунды. Положительные эмоции, драйв полнейший, супер. Всегда волнение на соревнованиях, они всегда гораздо больше эмоций бьют. Это мероприятие очень значимо для персонала, который работает и осуществляет подрядные работы на Смоленской АЭС. Радует то, что наши работники достаточно профессионально могут делать то, что они сделали сегодня. Поэтому, если есть необходимость появится, то они смогут применить, в том числе и на своей работе. Абсолютным лидером соревнований среди женщин стала добровольная пожарная дружина управления производственно-технологической комплектацией. А у мужчин первое место заняла команда службы безопасности. Участвуем каждый год, эмоции самые положительные, особенно после победы. Давно уже не было у нас первого места. Очень рады, довольны и хотелось бы отметить организацию на высшем уровне, который год уже в этом убеждаемся. Соревнуемся очень давно. Сколько работаю, 13 лет. И вот 13 лет участвуем в этих соревнованиях. Очень нравится. Заряд положительных эмоций. Каждый год победители соревнований нагруждают ценными подарками. Любителям театрального искусства госкорпорация «Русатом» приготовила отличный подарок. Спектакль «Предложение» Московского музыкального драматического театра «Разные люди». 5 августа игрой столичных актеров на сцене «Нейтрино» наслаждался Десногорский зритель. Режиссер Алексей Конышев предложил свою интерпретацию пьесы, сохранив при этом ее классическую изюминку. Ввел вокальные номера, которые только украсили сюжет. Актеры-студенты ГИТИСа с первой минуты настроили зал на веселый лад. Их энергетика заражала всех на расстоянии. Гастроли столичного театра продолжатся в Рославле. Затем труппы отправятся по всем городам атомной отрасли. Проект «Территория культуры Росатома» продолжается. Впереди еще много интересных премьер. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших вам новостей и всего самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова